Жух! Жух! Привет, друзья, подписчики мои! И снова ночивки, снова на канале, они у нас здесь. Друзья мои, сегодня хочу вам показать информацию от моего подписчика. Подписчика зовут Никита Иванов. Буквально сегодня вот ролик прям свеженький, с пылу и жару для вас снимаю. Никита мне прислал фотографию, что он нашел вискос в ночивках. И не просто нашел... Я говорю, как Дима Масленников. И не просто нашел. Вы бы видели сейчас, как я жестикулирую. И не просто нашел. Он нашел две ночивки в восьми упаковках вискоса. Вы понимаете? Итак, смотрим, чтобы не быть голословным. Во-первых, покажу вам сейчас фотографию с превьюшки. Вот он. Вискос абсолютно настоящий, не сделанный. Вот он. И вот, смотри, показываю переписку. Никита Иванов пишет привет, тыры-пыры, таких восемь штук, где две ночивки. Начало получается смог найти. Сначала вообще не заметил, что с вискосом и молнией Тора шли. Вы понимаете, да? То есть, вот картинка. И вот здесь, посмотри, по две. У нас идет и вискос, он немножко смещен и молнией Тора. Вы понимаете? И вот, смотри, здесь, здесь все вискос. Вы понимаете? А это почему? Потому что мои подписчики самое лучшее. Огромное спасибо. Ребята, что присылали такую интересную информацию. Вот. Более того, я потом после, как мне Никита скинул, я потом посмотрел на Ютюбе, нашел видос одного блогера. Да, действительно, он тоже открывает, и у него ровно такая же схема. И вискос, и Тор. Давайте порассуждаем, да, на эту тему. Смотрите, во-первых, первое. Либо, я просто знаю, что некоторым блогерам не выпадают вообще ночивки. И у меня... Я просто помню, что такое было со скрипышами. У меня вот скрипыши два, пакетик один закрытый, есть. Я помню, что такое было с стирателями. Тоже не было фигурки в пакетике, да? Я думаю, это первое. Либо брак завода, но просто в одной коробке, вот одна пустая. Я думаю, это абсолютно нормально. Или же вискос там должен был быть там, где его не было у ребят. Но! Самое, что интересное. Как вы думаете, с какого города Никита? А я вам скажу, Никита из города Москва. Это значит то, что, скорее всего, в пятерочке обновились ночивки, и, скорее всего, обновились коробки. И там уже можно найти. Напоминаю, что мне не хватает до полной коллекции всего лишь одной буквы Э. Э. А. Avengers. Понимаете, да? ABCD Avengers не хватает мне вот сюда в мою коллекцию. И, конечно же, вискос. Я думаю, что мы сможем его поискать. Вот. И у меня здесь есть еще штук. Сколько? 40 у меня вот осталось. Я предлагаю сегодня уже дооткрыть, добить. И сейчас куча блогеров, на самом деле, что-то какие-то нытики, блогеры пошли. Но это все мне нравится. Вот это дорого! Вот это плохо! Вот они повторки! Чуваки! Чуваки, давайте будем реалистами. Во-первых, повторяю еще раз, что это акция. Вас никто не заставляет ее скупать сотнями-двухстами штуками. Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Это просто фишка. Говорит о том, что акция плохая. Ну, слушай, и что коллекцию собрать невозможно. Вот. Пожалуйста. Коллекция, купленная мной в магазине, собранная мной из ночевок. Более того, буква А была и вискос 8 штук у чувака попалась. Далее, вы забываете про одну очень, блин, важную вещь. Этими ночевками можно обменяться! То есть, даже если у вас есть повторка, вы можете ими обменяться. Более того, можете создать билд. Что касается перчатки бесконечности, я солидарен с ребятами, что действительно найти ее, ну, наверное, нереально. Вот. Ну, не знаю. Вот, не знаю. Пока, пока никто... Опять же, да, говоришь, что найти нереально, пока никто не нашел. Это глупо. Вот. Наверное, я думаю, что все-таки они могли ее действительно сделать и засунуть куда-нибудь. А говорить о том, что продавцы сидят в магазине и ищут перчатку, ну, это полный бред. Во-первых, потому что у продавцов есть работа. Это первое. Второе. Да, действительно. Вот, кстати, смотри, как получилось. Некоторые ночевки открываются очень легко. Да, действительно. Но в большинстве случаев их так просто не откроешь. Ну, то есть, типа, да, какие-то вот, да, вот она была, аккуратненько можно. Но вы думаете, что у продавцов они сидят там сутками, перервают всю коробку? Да бред полнейший. Я в это абсолютно не верю. Это полная ерунда. Допустим, а вот здесь. Вот, видишь? Только я хотел, и она снова порвалась. То есть, понимаете, уже ночевка рваная. Да, можно аккуратненько подклеить, и как будто так и было, но все равно видно, что она была уже вот сейчас порвана и открыта. У нас тут малыш Грут. У меня здесь штук 40, я продолжаю искать. Возможно, мы найдем сегодня Avengers. Далее. Второе. По поводу цены. 50 рублей. Камон. Во-первых, пятерочка огромная. Слава богу, что пятерочка, которая продает их. То есть, допустим, два года назад мне ленту 3 фиг вы купите. Реально, фиг вы ее купите. Надо было накупать товар. Сейчас все магазины огромные. Спасибо. Просто их продают. Тебя никто не заставляет тратить 55 рублей на эту ачивку. Можешь купить ее либо за товар спонсора, либо за покупки в чеке. Понимаете? Все. Бомбить на цену это полный бред. Бомбить на цену, списывая на то, что, мол, там есть какие-то наклейки, которые стоят 4 рубля. Ну, хорошо. Но это, во-первых, другие наклейки. Во-вторых, эти наклейки пушка, гонка, держатся. Во-вторых, ну, хочешь купить те за 4 рубля, иди купить те за 4 рубля. Кто тебе мешает вообще это сделать? Типа, я не вижу в этом проблемы. Серьезно. Далее. Что касается... Так, это я сказал, это я сказал. А, что касается наличия в магазинах. Ну, слушай, я так полагаю, раз они реально у кого-то заканчиваются, то, значит, хорошая акция. И бомбить на нее, ну, глупо, просто глупо. Вот, и все. Вот, далее. Кончаются. Ребят, если вам интересно, я пойду, опять проведем эксперимент, пройдем, там, 4-5 пятерочек, я с камерой зайду, спрошу, есть ли ночевки, посмотрим, есть ли они. Но! Теперь больше шансов того, что мы найдем там не перчатку, а виск. Вот, друзья. Ну, что ж, открываем. Я, вроде, выговорился. Как вы считаете, мое мнение правильно или неправильно? Напишите его в комментариях. Лично я в этой акции не вижу ничего плохого. Я вижу плохо в том, что если тебе так не нравится что-то, но ты такой жадный до просмотров, то, естественно, ты будешь пытаться как-то все это ахайить и снимать как можно про это больше роликов. Даже если тебе это не нравится. Я считаю, от лицемерия это не совсем честно. Вот. А акция отличная, обычно, она, знаете, какая? Она не самая лучшая, но и не самая худшая. Вроде прикольно. Марвел, начивки, наклейки, не хочешь, не бери, хочешь, бери за 55 рублей, хочешь, меняйся. Объективно, это же, ну, как бы, не надо же скупать всю коробку. Ну, пришел там, купил пару штук, поменялся с кем-то, если попалась повторка. Так и работает, мне кажется. Мы, то есть, я объективно, мы в школе, когда играли фишками, мы так и делались. То есть, если у кого-то, мы покупали фишки, у нас, к сожалению, не было ни денег, ни возможностей. Фишки продавались у нас в одной палатке, продавались они в Читесе. И где-то в Москве они продавались в магазинах, куда, ну, меня лично не возили один раз. С мамой, помню, мы заехали, это были фишки Mortal Kombat, она мне купила тубус для них и битку великолепно. Ну, там фишек было штук 5 буквально. Но смысл в чем? Если у нас у кого-то в пачке Читес попадалось 2-3 штуки, или были повторки, то все менялись. У кого даже не... То есть, у меня вообще повторок не было. Ну, в смысле как? Они были, у меня попадались, но мы просто шли, меняли, или там мы разыгрывали их, или там на них играли. То есть, вообще, никогда такого не было. О, боги, повторка. Да и у нас денег-то не было на столько повторок. У нас было там фишек, ну, у каждого по 20-30, да, у кого-то был мешок, у кого-то было 100-200. Все просто менялись. У меня вот этой повторки реально нет, потому что все либо заменены, либо как-то выиграны и так далее, либо проиграны. Пробуем. Открываем, смотрим. Итак, ночивка. Следующая. Так, у нас тут снова железный человек. Идем дальше. Вот, поэтому, ребят, если вы со мной... О, Дракс, кстати, очень уже пятое, наверное, у меня. Если вы со мной солидарны, в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Так, снова суперскрул. Напоминаю, мы ищем сейчас... Нет, вискоса здесь нету 100%. Попробуем сегодня найти, ну, хотя бы букву А. Если букву А мы не найдем, то я пойду в магазин и проведу для вас эксперимент. Поэтому, друзья мои, лайк. И в комментариях напиши, Нюгамоша проведи эксперимент. Потому что, ну, почему нет? Я готов. У меня все равно аппараты, в которые я играю, они, в принципе, стоят в паре пятерочек. Поэтому мне все равно туда ехать. И, как бы, я для вас спокойно сниму и эксперимент проведем, спросим на кассах. Вот, кстати, вот эта штука у меня редкая. У меня всего получается две розовые. Это хорошо, это она нужна. Это мне она нужна, это мне прям приятно. Так, капитан Марвел. У меня их очень много. Открываем дальше на ачивки. Марвел. Вот Марвел я люблю. Вот Марвел, честно, вообще по барабану, пусть их будет у меня 100 штук. Серьезно, я Марвел обклею и все. У меня Марвел на чехле, на PlayStation я себе наклею, на другой телефон чехол, да. Подарю кому-то. Очень крутая наклейка, вот она прям реально топовая. Да, можно купить, пойти блистер за песок, он там стоит 40 рублей, там 10 штук по 4 рубля, окей, да. Но, такой там не будет. Так это же другое, это же коллекционная история. Те-то не коллекционные, те-то дешевые, их может купить каждый. А здесь, пойди найди. Поэтому нет, акция норм. Я не понимаю людей, которые на нее тупо гонят, это просто полный бред. Есть акции похуже. Вот, поэтому, снова Чар-паук. Давайте откроем еще, сколько, ну парочку. Нет, ну что, все или все, да все я не хочу. Ну ладно, давайте посмотрим. Что же здесь есть? И снова, ну да, видимо мы сегодня здесь не найдем, потому что, ну, вообще смотри какая была, просто сама отошла. Вот просто, вот смотри, а вот держится, а вот не держится. Вот это классный логотип, Гуардианс офигенный. Мне прям, хотя написано Гардиранс, вообще Гуардианс должно быть написано. То ли опечатка, то ли что, то ли это А такая у них странная. Но не, ночевки крутые, я не знаю, что все гонят, друзья мои. Вот, поэтому давайте я себе что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну давайте я штук десять себе оставлю, открою еще парочку. О, и ракет. Нет, давай на ракете ролик мы закончим. Вот так он будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все до сих пор, пока-пока-пока.